Медузы с меня ростом. Здесь отдых происходит просто великолепно. 31 температура воздуха. К 12 часам дня поднялась. Температура моря 24 градуса. Начали с безлюдных пляжей. И двигаемся туда, где людей все больше. Так к центру постелка, тем людей больше. Ниже не опускается. 24,1. Здравствуй, море Азовское. Медуза. Люди подъезжают практически к берегу моря. Никому ничего не платят. И в кайф отдыхают. Кто точно знает, что это такое, напишите обязательно. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Юрий Озаровский. И со мной сегодня... Всем привет. Мы отправляемся из Витязева в Голубицкую. Посмотрим, как там дела стоят на Азовском море. Что там происходит. Интересно. Мы покажем это все вам. До Голубицкой с Витязева. 55 километров. Время по навигатору показывает 1 час 5 минут. В движении в пути. Когда достроятся автодороги, развязки, время будет занимать гораздо меньше. Происходить это будет все гораздо быстрее. Сейчас отправляемся и посмотрим на Азовское море. Цена на бензинчике 54,92, 59,50, 95 и дизельная 62,55. Мы уже на выезде с Витязева. Здесь у нас ЖД переезд. Было бы очень хорошо, если бы на нем тоже сделали какую-то эстакаду. Было бы великолепно. Ну а пока это будет тонким местом. Даже когда построят на выезде уже эстакаду. Хотя она почти готова. Вот мы, друзья, сейчас спускаемся с эстакады, которую строят на разъезд. Это будет и на аэропорт, и туда дальше на Тамани. Новая трасса. И она уже практически готова. Там последние приготовления. Думаю, к концу года, возможно, эта развязка заработает. Тем более, вторая часть дороги тоже функционирует. Пока же вот на выезде Светязева приходится ехать вправо. И здесь у нас аж до пятихаток. И там под мостом разворачиваться. Вот он, поворот на пятихатке. И здесь под мостом мы производим разворот. Но тут будьте аккуратны, потому что часто аварии не пропускают. И здесь, к сожалению, становятся проблемой. Хотя знаки стоят уступить дорогу. Здесь лежачий полицейский уже сделали. Будем надеяться, что аварий будет меньше. Ну и дальше уже. Теперь уже по этой трассе мы возвращаемся. Опять в сторону Витязева. И двигаемся уже на Тамани. Вот так сейчас выглядит эта эстакада из Витязева. Видите, уже вся готова. Левую часть там доделывают. В принципе, вот-вот-вот уже произойдет запуск. Как я этому очень рад. И с правой стороны дорожное полотно тоже практически заканчивают. Так что, друзья, думаю, к концу этого года должна заработать эта эстакада и часть этой дороги. И это будет просто фантастика. Ждем, конечно, полного запуска. Объезд Ленина в дальнейшем, думаю, появится. Ну и самое главное, чтобы наш аэропорт, который там находится, заработал уже в полном объеме. Тогда наверняка приедут все те, кто мечтает об Анапе, но не могут этого сделать. Да, видите, уже даже разметку нарисовали на выезд отсюда. Я думаю, что вот-вот-вот-вот все заработает. По пути мы проезжаем поселок Ленина. Здесь будьте аккуратны, соблюдайте знаки. 40 висит и камеры тут висят. На выезде есть рыночек. Ну вот, не знаю, насколько актуально. Очеречных по 200. Виноград 111. Просят, но лучше не рисковать на таких рынках, потому что отзывы вам прилетают не очень. Ну, конкретно за это место ничего плохого не слышал. И Виноградный до свидания. Дальше мы двигаемся уже в сторону Уташа. Впереди мы видим, как уже заканчивают стройку дороги объездной Виноградного и Уташа. Там впереди, вы видите, есть стакаду, дорогу как подходит соединять с этой трассой. Скоро тут движение будет очень-очень быстрое. Очень ждем запуска. Ну, это такой небольшой поселок Уташ. Чем примечательнее? Мы раньше ездили сюда в левую сторону. На пруды там есть платные, а также каналы бесплатные на рыбалочку. Ну, а так очень небольшой такой уютный поселочек Уташ. Тут местами, вот смотрите, арбузы по 15, дыня. Там вообще даже ценник очень радует. А то дешевле 50 в этом году арбуз даже и не пробовал. Такие вот рынки. Ну, повторяюсь, надо со своими весами. Ребятки, тогда все будет хорошо. Ну, вот есть стакада на поля сделана и сама дорога, которая будет теперь здесь в объезд этого населенного пункта Виноградного. Работает очень много техники. Я так понимаю, что тоже вот-вот-вот-вот работы подойдут уже к своему логическому завершению. И полетим мы по этой трассе очень-очень быстро, без пробок. В общем, ждем, надеемся и верим. Здесь мы по объездной уже проходим на Керчь, дорогу туда. А тут, с правой стороны, у нас Чудинка в этой новозвышенности остается. Тоже очень хорошее местечко для жизни. Особенно со строительством всех этих новых дорог и развязок. Очень быстро будет доехать до Анапа. Для вас, возможно, будет интересным таким вот новостями. Мы сейчас спускаемся в русло реки Кубань старое. Здесь находится речка Казачий Герик. А раньше здесь Кубань проходила с правой стороны. Вы видите такую возвышенность. Это ее правый берег и сзади можем тоже увидеть возвышенность. Это левый берег был. Ну и тут строят мосты. В скором времени тоже будет хорошая новая трасса. Очень долго, кстати, вот именно этот объект строят. Для меня это как бы странно. Ну, хотя бы уже так заработало. Долго по правой стороне, по убытой дороге катались. Но река Кубань несла своими водами гор песок лак свой, благодаря которому и образовалась наше Анапское побережье. А впадала она море в Черное в районе Витязевского и Кизилтарского лиманов. Такая вот информация. Я надеюсь, что интересно. Здесь у нас перед хутором Белым тоже сделали временную дорогу, по которой мы сейчас поднимаемся вверх. Ну и также еще готовы две новые трассы, по которым пойдут как раз-таки наши машины в будущем. Здесь на месте этой дороги очень много археологических находок. Но здесь за хутором Белым пока у нас действует кольцо. Но здесь строится огромное количество разнообразных развязок. Это тоже артерия, которая будет вести на Крымский мост. Сейчас пока вот таким кольцом здесь обошлись. Но ждем, когда все здесь заработает и машины тоже будут безостановочно двигаться. Пока мы поворачиваем на Тимрюк, до которого нам остается 15 километров. Здесь можно увидеть, что уже практически все готово. И бордюры, и уже даже какие-то машины там катаются. Но техника продолжает работать. С левой стороны тут вообще прям целое поле раньше было. И тоже его изменяют. В общем, развязка здесь колоссальная строится. Тут можете увидеть, сколько еще горбузов лежит на полях. Прям очень много. Мне кажется, ценник можно сбавлять, ребята, а прям подниже даже, чем 15 рублей. Тыквы тоже, я смотрю, на полях очень много. Стрелку здесь сзади, с левой стороны остается рынок. Очень такой хороший, про него и отзывы классные. Так что можете там покупать, если кто-то будете ехать. Ну, ярмарок здесь, в принципе, предостаточно. Также у них есть Азов Пива, называется. С левой стороны у них. И езжаем в самый небольшой тоже поселок. Будьте аккуратны, здесь также работают камеры на дорогах. Соблюдайте скоростной режим. Но это место многие знают, так как сюда приезжают для экскурсии на Лотос. Казачий Ерик. И вот сюда на лодке грузят людей. И по нему уже сплавляются Валиманы. Мы доезжаем до кольца перед Темрюком. Здесь, если сам Темрюк, можно как прямо поехать, так направо, так и налево. Нам же налево по кольцу и уже в сторону Голубицкой. В следующем кольце у нас поворот направо на Темрюк. Сам заезд и морпорт, а влево на Голубицкую. С левой стороны тут выбирают песок земснарядами. Красивое кольцо встречает всех сюда приехавших. Какая красота, какие краски цветов. Если вам влево, сразу левую полосу и пошли по кольцу. Проезжаем свалку. Такое местечко, называется, портит вот именно это. Когда-нибудь доживем уже до мусороперерабатывающихся плодов и перестанут выбрасывать мусор. Захоранивать его вот так вот открыто. Особенно на берегах Азовского Черного моря. Это печально такое видеть. Далее у нас трассы съезд, как раз таки на саму Голубицкую. Здесь вначале построили много разных магазинчиков. Интересно, кстати, сделали кармашек. Этого раньше не было. То есть здесь надо взять правее, чтобы проехать и не нарушить. Ну и АЗС есть. Лукойл на выезде. Стоимость бензинчика. Здесь 64,36 дизель. 92,56. 95,6201. И сотка за 0,00 рублей. Не продается. С правой стороны агрокомплекс. Экспозиционный центр Гвина. Если здесь, мы поворачиваем на право, дорогие друзья. Поедем сначала на самые дальние дикие пляжи Голубицкой. Начнем мы сегодня обзор именно с них по станице. С правой стороны магазин Чижик Красно-Белый. Там больше всего транспортных средств стояло. Также есть и магниты, и фикс прайсы. Это все на въезде по правой стороне. Что очень немаловажно, есть свитленный магазин Шато-Тамань. Также в станице есть зоопарк Лукоморье, который находится. Также на въезде по правой стороне. Если были здесь, напишите ваши отзывы. Ребята, будет интересно узнать их. Ну и дальше курортная жизнь, которая в летний период, конечно же, бьет ключом. Сейчас я смотрю, что не так уж и много и транспортных средств, и людей. Но все еще продолжает работать. А у нас сегодня 14 сентября. То есть середина бархатного сезона сентябрьского. Много всего здесь понаоткрывалось. И каждая торговая точка, в принципе, выглядит красиво по левой стороне, по крайней мере. Работает. Хотя фудкорты, смотри, не все запустились. Ну, потому что спроса нет. Закупать продукты надо. Ну, это самая центровая улица, которая как раз-таки идет вдоль пляжа. С левой стороны разные базы отдыха. Там есть гаражи, которые сдаются, как коттеджи. В общем, выбор на любой вкус. В принципе, то, что все работает, меня очень радует, конечно же. Не хватает только вас, да и побольше туристов. Хотя слышал слухи о том, что море Азовское остыло. Ну, посмотрим, проверим сами. Столовая, кафе Фиеста. По правой стороне сидят, ждут своих постояльцев. Здесь какое-то глобальное перестроение. Что-то посносили по стройке. Машин, конечно, не сказать, что много, но отдыхающие еще есть. Хотя по номерам смотрю больше наш Краснодарский край. Хотя и вон 38, 31, 48 регион тоже встречаются. Здесь столовая, как-то раз на нее я делал, по-моему, обзорчик, который проезжаем. Но все перестраивается. Я местами уже даже не узнаю эти места, которые вам сейчас показываю. Потому что выглядело все немножко по-другому. Для летней сезон не так часто получается здесь. Бывать в этом году ни разу за лето не приехал. Был только в начале сезона, когда все только готовилось. И вот сейчас приехали. Вот тоже стоял один голый магнит. Теперь много всяких разных вокруг него строений появилось. База отдыха Антей. Вот они отдыхающие в шортах, майках. Сейчас, в принципе, все довольно-таки тепло. Сейчас температура воздуха показывает 26 за бортом. Есть вот сигнал. Кемпинг с левой стороны. И выход на пляж. 27-й поворот находится. Мы же едем дальше, как я и сказал. Начнем издалека. Сюда мы тоже заскочим. Посмотрим, как там пляжная территория в сезон выглядит. Вот так вот. Столовые небольшие. Функты овощи продают. В общем, все, в принципе, работает так, как надо. Приезжая сюда, вы не окажетесь оторванным от всей вак цивилизации. Здесь это все есть. Вот тоже гаражи. Раньше были. Понастроили. Божалуйста. Теперь здесь целый коттедж под стачу. Ну, а впереди база отдыха «Северянка». Мужчинка в трусселях. Ну, тут, я так понял, все ходят. Еще один такой же детский оздоровительный центр «Газпром Транснефть Сургут». С правой стороны находится. А с левой стороны тоже такие домики деревянные понастроили. Раньше-то кемпинги просто были. Но территории облагораживаются. Если вы где-то здесь отдыхали, что-то ели, пили, что-то можете в Голубицкой посоветовать, обязательно пишите в комментариях, потому что нам все это будет очень интересно. Узнать, так как вы самый главный, будьте водителем. Я комментарии все читаю. Ну, и не забывайте подписаться, поставить лайк, ребята, наша группа ВКонтакте. И будем вам везде очень сильно рады. Здесь здание «Олимп» находится. Тоже детский оздоровительный лагерь. Вот здесь глобальное просто перестроение. Санаторий Билла, пожалуйста, появился прямо на берегу. Я помню, когда мы с Николаем рассказывали о том, что здесь продаются участки, показывали их, как все смеялись, что типа кому это надо. Тут был просто кемпинг. Но мы начнем сегодня не с него, поедем еще дальше. Сейчас здесь просто бесплатная парковка. Приезжайте, припарковались. Ну, а тут в домах можно снять жилье. Одни из комплексов домов я тут показывал. Пройдем еще чуть дальше. Тут все эти плавни позастраивались такими вот деревянными, металлическими конструкциями. Верона называется это место. Ростевой комплекс Хаят следующий идет. Никому не надо. На плавнях реально все построено. Подсыпались на сваях, подняли. Такие легкие конструктивы домов. Вот, видите, были камши. Ну, все скупили и застроили. Я реально просто в шоке, ребята. Это сколько здесь этих домиков понастроено. Ну, бизнес, честно, очень-очень приличный. Стоимость домиков там 5-6 и выше тысяч в сутки. Ну, а что бы не снять, он прямо на берегу находится. А вот автокемпинг Дружба называется с левой стороны. Здесь въезд идеально, да? Прямо на берегу моря, под деревьями отдыхать. Вот, что я думал, мы дальше сможем проехать, а тут бац, и перекрыто все. А, в общем, темпы застройки на побережье Азовского моря, в районе Голубицка. Меня прямо очень сильно поражает. Впервые сюда заехал и обомлел, так сказать. Ну, пожалуйста, у машины и люди здесь есть. Максим спрашивает, неужели это кому-то все сложно? Ну, вот, востребовано. Если бы не было востребовано, я думаю, сюда бы не приезжали. Там мы нашли тут другую дорогу. Сейчас налево прокатимся, поищем выход пляжа. Посмотрите просто. Вау! Эффект деревянных домиков здесь просто не счесть. Ну, вот, мы объехали эту базу. Тут тоже небольшие еще стройки идут. И где-то здесь надо просачиваться. Ну, по самой накатанной поедем-то. К берегу морскому. А там на берегу моря прям какие-то апартаменты возводят. Не знаю, или база строится, или какой-то отель многозвездочный. Ну, либо жилой комплекс. Фантастика просто. И вы тут кусочек-то шли еще дикого пляжа. Я хотел просто именно с диких пляжей начать. Но не ошибся. То, что места есть такие абсолютно бесплатно. Можно было сюда приезжать. Да, конечно, стройка идет просто колоссальная, ребята. Очень много кранов, льет бетон. Работают люди, техника. Скоро эти места будет не узнать. Да и здесь, я так понимаю, что это все тоже продано. В общем, пока есть возможность, пользуемся. Люди подъезжают практически к берегу моря. Никому ничего не платят. И в кайф отдыхают. Собственно, как и должен выглядеть дикий отдых. Здесь песок-каркушечник с кварцем. Кварц теперь Кубань, речка, по которой русло мы ехали, несет. И в эти места, ребята, солнечные батареи. Классные. Я тоже вот хочу себе намутить в какой-нибудь солнечной батареи. Если знаете, хорошие, пишите, чтобы отправиться в путешествие. Можно было, самое главное, заряжать все свои гаджеты. Потому что для меня это очень актуально. Вот, конечно, проблема мусора здесь тоже существует. Или приезжая отдыхая в таких вот местах, надеяться, что кто-то за них будет этот мусор возить. Машин здесь довольно-таки много. Я думаю, по первому взгляду, что всего парочка стоит. Но нет. Здесь все побережье. Здесь транспортных средствах. Ну, хоть по берегу они не стоят. Это уже большой плюс. И никому ничего платить не надо. То есть вы приезжаете на отдых. Чем не славится Завовское море? Это медузами. Но в этом году, как-то, жало было не очень много. Существует пар видео, на которых люди говорили, что печалька. Сейчас же этого нет. Туда дать, чтобы машины не проезжали. Так вижу, что побережье камнями перегородили. Ну, и здравствуй, море Азовское. Медузовое. Не жалуются. Ну, походу, просто не хотят жаловаться. Но медуза имеется. Оно сегодня с небольшой волной. Поэтому водичка мутноватая. Но Азовское море бывает и кристально чистое. И тогда, конечно, выглядит, как райское место вообще, в принципе. Водичка, ну, по ощущениям, не холодная. Не могу сказать, что море сильно остыло. Купаться не получится. Хотя людей, купающихся, не вижу. Но тут они живут, наверное, и часто купаться не особо надо. Впереди у нас вышка стоит в море. То, что интересно. Местечко. А здесь, с левой стороны, сети стоят рыбацкие. Температура воздуха 28 градусов у нас на солнышке показывает. И давайте замерим температуру водички. Побережье, в принципе, выглядит очень и очень красиво. Волк серебристый, под которым можно отдыхать. Самое главное, что никому ничего при этом не платя. Виды привлекают. Мой взгляд, конечно, хочется здесь отдыхать. Может быть, когда-нибудь я выберу сюда палатку. Но пока у меня в желаниях, наверное, все-таки на Черном море остановиться. Итак, температура моря ниже, чем в Черном. Сегодня в Черном я замерял. Температура была у нас 25,5 градусов. Здесь я смотрю, что еще опускается. Уже 24,3 показывает. 24,2. Дождемся. Ну, в принципе, ниже не опускается. 24,1. Не критично, ребята. Море, можно сказать, еще теплое. Ну что, Максим, у тебя появилось желание искупаться? Нет. Почему? Медузы с меня ростом. Да ладно тебе. Где ты такую хоть одну увидел? Ну, не с меня, но больше моей головы. Ладно, посмотрим на Голубицкое. Ну, к ним тоже можно привыкнуть, говорится, выработать эффект неболезния, так сказать. Ну, как вариант, вот даже как экскурсию сюда можно предложить людям, показать, что такое Азовское море, привезти вас на бесплатные грязи. Здесь такая возможность есть, если мы будем успевать сегодня на пересеп заскочим. Если нет, то поедем вино пить, южную винную компанию. В общем, такая информация, ребятки, для вас будет полезна. Если вдруг хотите отправиться на любую экскурсию из Анапы, пишите Максиму, подписывайтесь на наши группы в Телеграме, ВКонтакте. Будем рады вас везде видеть, ну, и заодно поможете развитию нашего направления. Хорошие, порядочные, классные экскурсии от Максима. Так что обращайтесь, ребятки, будем рады вас там видеть. Ну, вот так выглядит отсюда пляжа Голубицкое. Там людей довольно-таки много. На них мы сегодня и отправимся, посмотрим их, кажется, более подробно, вплоть до центрального пляжа. Вот центральный вот здесь находится за тем зданием. Но это вот все пляжи в той дороге, которую мы с вами уже проехали. В сторону самого Темрюка тоже огромнейшее побережье, которое, как видели, и застраивают. Ну, и также вонящее, любители дикого отдыха, пока еще возможного у нас. Мы вернулись немножко обратно. С Максимом припарковали здесь, как я и сказал, парковка бесплатная. Раньше это был вообще самый мой любимый пляж. Я думаю, таким он, в принципе, и остается на Азовском море. Неоднократно сюда приезжали. С ним Николай еще познакомил с этим местечком. Тогда раньше здесь просто кемпинг был. Сейчас тут кемпинг отделился. Я вам показывал эту дружбу туда дачу, у него въезд есть. В принципе, можно отдыхать там. Ну, а здесь это уже как пляжная трава всего того комплекса, подстроившегося за последние, там, три года. Здесь появился магазин, шашлычная. Продают разные там вещи для пляжных территорий. Ну, и есть те, кто приходят сюда отдыхают. Также с палаткой под деревьями. В принципе, почему бы и нет. Также работает душ, туалет. Замочки так чуть-чуть прикрыты. Стоимость душа 50 рублей. Туалет платный за 25 рублей. В принципе, ценник не космический. И есть плюс от того, что, в принципе, здесь существует парень, который собирает эти средства. Тут пляж отделили от этого комплекса. От Сантулин. Вива называется. Слово из торговли. И здесь мы окунуемся с вами прям в атмосферах отдыха людей, которые приехали на Азовское море. В принципе, выглядит это довольно-таки симпатично. Ну, собственно, почему бы этим и не заниматься. Но людей немного. В принципе, я видел на этих пляжах людей гораздо больше, более такие прекрасные времена. Здесь кусочек с ракушкой. Медузы в море тоже есть. Ну, сколько хотя бы видим уже купающихся. Собственно, желаем всем хорошего отдыха. И двигаемся дальше по пляжным территориям Голубицкой. На территории мне нравится наблюдать издалека. Можно увидеть туда дачи. Чем ближе, как говорится, к центру поселка, тем людей больше. И в море, собственно, и на берегу. Красота. Ну, и здесь народ отдыхающий. Я думаю, в принципе, счастлив того, что выбрали. Это время для своего отдыха. Недовольных лиц, по крайней мере, я не наблюдаю. Шезлонги здесь 250 рублей за одну штуку до 6 часов вечера. Как нам парень подсказал. Все, друзья, пора ехать дальше. Люди сюда прибывают. Удобно, парковка, море рядом. Красота. Вот так бы на Черном море побольше мест таких. Здесь, смотрите, даже организованно привозят людей на этот пляж. Вот так вот. Даже неожиданно как-то. Ну, поэтому здесь все и востребовано. Ну, ценник прям классный. Согласитесь, 250 залежат, когда у нас там по 400-500. Возвращаемся дальше. Следующим местом, которое мы с вами посетим, пляж «27-й поворот» называется. Здесь хорошее такое благоустройство. Есть очень много красивой высаженной зелени. Такие вот дорожки, по которым можно прогуливаться. Трактир не работает уже. Возможно, поработал все. Мужчина что-то принес выкладывать на продажу. Попкорн продают, мороженое, ареная кукуруза, игрушки разнообразные. Ну, и так, в принципе, местечко интересное. Даже на сортах стоят. Туалет здесь. Кстати, вот не знаю, платный он или нет, но там типа сорт-тир. В таком месте, наверное, бесплатно работает. В принципе, здесь все было под видеонаблюдением. То есть об этом написано. Какое-то местечко для выступления, наверное, анимации проводились. И, по-своему, как под плакучими ивами, клево проходить к морю. С левой стороны небольшой рынок с разной продукцией. Ну и тоже, наверное, все-таки жизнь была именно в сезон. Потому что увесок разной торговли очень много. Ну, в принципе, вся пляжная утварь продается. Отдельно вот тут местечко для курения мужчина сидит. Травится. Здесь бар с водичками. С красивым видом нужно было на море покушать. Плетает стримкозы больших количеств. 250. Цена за день. То есть она часто 150 рублей. Что за он? Можно всех полок. Здесь тоже гораздо больше нужно наблюдать. Тут прям пляж-пляж. В моеме классном море. В принципе, то же самое тут. Акцент особо можно и не делать. Потому что структура песка такая же. В море есть и люди. И люди покупаются. В принципе, красота. Ну и понаблюдать за отдыхающими со стороны тоже. Было неприятнее. Вот так вот начали. С безлюдных пляжей. И двигаемся туда, где людей все больше и больше становится. В принципе, в море народ купается. Как я понимаю, медузы совершенно не боятся. Женщина говорит, что вот медуз много сегодня. Было поменьше. То есть, наверное, мне чуть-чуть не повезло. То, что боковое течение их несет вдоль берега. Красота. Такое сердечко на выходе. Очень красиво смотрится. Также мне понравилась надпись в море. У нас подсветка. И находится не в море. С правой стороны и шашлыки продают. В общем, тут все есть, ребятки. Если приезжаете, как и сказал, в Голубицкой инфраструктурных проблем нет. Совершенно никаких. Здесь и сувениры. И все по 40. В общем, акции, продажи. Ну и сувениров здесь, в принципе, предостаточно. Туалик, кстати, платный. Тоже оказался еще и по 30 рублей. Ну, зато с рукомойником рядом. В общем, приезжать можно не бояться. Вся инфраструктура для вас есть, ребята. Только не хватает вас на нашем отдыхе. Напоминаю, 14 сентября. Солнце светит. Красота. Даже на Азовском море. Хотя мне писали о том, что все. Там ниже 20-ки температура упала. Поэтому, пожалуйста, плюс 24 водичка. И люди купаются и отдыхают. Этот кемпинг находился возле базы отдыха «Сигнал». Что-то по некоторым базам смотрю. Машин вообще нет. А на некоторых прям много очень стоит. То есть такое ощущение, что некоторые базы отдыха не работают. Видите, тоже такая полузаброшенная. Но здесь есть еще один выход на пляж. И, в принципе, тут предостаточно. Через каждую практически базу пропускают. Потому что там из них инфраструктура с коммерцией. И, собственно, им это выгодно делать. Но заезд не везде возможно. Как и с парковками. Здесь местами могут быть проблемы. Видите, столбиками, дорожное пространство. Чтобы люди ходили, а не машины стояли. Ну и торговые точки с едой. И не только. Работают даже очень хорошо. Здесь через эти гостевые комплексы тоже местами есть проходы. Так что, приезжая в какое-то либо из мест отдыха в Голубицке, я думаю, рядышком с вами будет как раз-таки какой-нибудь проход к морю. Мы возвращаемся здесь в центр. Вот, допустим, видите. Тут был тоже проход на море. Вот проезд запрещен. Вот еще один тоже. Люди идут на пляж через гаражи бывшие. Надежда, пансионат с правой стороны. Вот мы возвращаемся, ребята, к этой дороге, с которой заезжали. И поворачиваем здесь направо по набережной. Будем двигаться. Хотя она здесь, по-другому, чуть-чуть по-другому называется. Эта улица музыка играет уже со всех сторон. Хотя время у нас 11 утра. Ну, вот, напротив базы отдыха прибой. Здесь большое такое кафе. У них своя парковка для гостей имеется. Впереди у нас парк аттракционов. Там я даже смотрю, колесо обозрения крутится. Бабличка мутится. Значит, что все работает. Ну и здесь местами также есть проходы к морю. То есть здесь можно приехать, припарковаться и пойти на море купаться. Если вдруг не хотите куда-то долго здесь кататься. Дельфинари с левой стороны проезжаем. Ну, и с ними аттракциончики тоже здесь. Причем их много. То есть сказать, что в Голубицку приедете вам с тетьми нечем будет заняться, я не могу. Потому что здесь это все развилось. И, в принципе, людей, приезжающих и пользующих этими местами, тоже становится каждым годом лишь только больше. Поэтому и жизни в самом поселке становится все больше. Ну, что здесь цена, в принципе, вот смотрите, сколько, да, в сторону моря парк построено. И это местечко удивило, что я даже решил в Ульфте пойти прогуляться, посмотреть, что тут есть. Допустим, вот фудкорт, шаурман предлагается. Шашлык, 110 рублей за 100 грамм. Картошка-фринк, 100 грамм за 100 рублей. То есть, в принципе, ценник тоже очень хороший. У нас везде, в принципе, по 150-146 человек. Вот вам аттракционы. С правой стороны и машинки электрически, разные карусели, батуты попрыгать, как сказала океанариум и дельфинариум впереди есть. И здесь я просто увидел вот это место, проход к морю, вдоль которого очень много разных аттракционов. Я это место ни разу не снимал, не показывал. Поэтому думаю, а что бы и нет, да. Конечно, еще раз говорю, сезон высокий. Здесь все было повеселее. Сейчас видно, что некоторые места уже не работают. Но я думаю, вы расскажете, понравилось ли вам здесь отдыхать или нет. Эльфиевая башня имеется впереди. Вот такую большую территорию. Думаю, тоже какая-нибудь раньше база отдыха была. Мы переделали под развлечение детей. Цены на аттракционы сможете разглядеть. Что, сколько стоит. Ну и как это все выглядит. Дом великана, пожалуйста. Там все, наверное, большое. Такой гриб какой-то. Ну тоже уже внутри все позакрывалось. Потому что, в принципе, из людей я здесь один практически. Для меня не хотят одного работать. Ну, потихонечку сезон сходит на нет. Ну, как возможность. Я думаю, что выглядит, в принципе, прикольно. Ух ты, тут даже смотрите, какая территория. Я думаю, что это картинги были. Либо электрические, либо нет. Ну, можно было, прям, покататься. Молодцы. Вот это симпатично. Вот такие вот машинки. Вот так я шел-шел, но до моря не дошел. Здесь закрыта оказалась. Печалька. Ну, в общем, не суть. Проход туда правее. Впрочем, официально работающий здесь остался только Тир. Остальное все уже закрыто. Немножечко, получается, левее. Здесь вот краски проход на море. Отсюда мы море видим свободно. Тесто с третьей голубицкой тоже закрыто. Ну, а здесь вроде бы все работает. Давайте заглянем в работающий еще парк аттракционов. Посмотрим вообще, что здесь есть. Ну, во-первых, торговля. Я думаю, что в вечернее время, так как тут фонарики висят, здесь даже повеселее будет. Дом страха. С правой стороны Тир разнообразная. И вот туда еще немножко аттракционов. Также столовая, парк называется. И вот такая вот территория с камеечками, мусорками и разными аттракциончиками. С этой стороны здесь больше таких разных маленьких деток, порадующих аттракционов. В принципе, есть вот эти самые машинки. Ребята, ореху свою отмывают, которые работали все лето. Значит, тут батутный комплекс, тоже довольно-таки большой. Ну, и работает точно колесо обозрения. С левой стороны 9D и туалет. Не работает, написано. Печально. Самое главное после аттракциона, чтобы он был соблюден для детей. Реклама океанариума. Здесь сладкую лату должны были продавать. Ну, и по ценам на билетике можно посмотреть, что сколько стоит. Если что, ставьте на паузу, разглядывайте и с хинками с левой стороны. Еще рыбок можно плавить, аэрохоккей есть. И тоже разные еще машинки возле. Бельсинария океанариума существует. Ну, в принципе, удачи прохода нету. Значит, на этом парк и заканчивается. Экзотик парк, мир бабочек. Ну, в общем, развлечений достаточно. У нас же вот какие-то американские горки здесь есть. Не сказать, что это самый большой парк, который я видел. Ну, и маленьких деток 100% порадует. Здесь появилась пятерочка. Ну, и дальше вдоль аллеи по набережной мы поедем уже на машине. Здесь левой стороны был тоже какой-то автодром. И очень хорошо, в принципе, что появилась вообще вот такая дорожка, по которой можно гулять. Потому что для всех отдыхающих очень важно прогулочную зону. Вышли, прошлись, подышали морским воздухом. Это большой плюс, когда они есть. Сейчас подъезжаем уже к следующему выходу на пляж. Вот вдоль улицы набережная. Здесь такая прогулочная зона, как я вам и сказал. Есть еще батуты разные, озеленение даже делать. Вот здесь столовая Крабсбургер. И на коне у нее есть проход к морю. Я как-то раз снимал эту столовую. Не будем, как говорится, давить воспоминаниями. Пускай они там и останутся. И тут хороший такой проход с освещением. В темное время суток сделано. Дальше база отдыха есть. Продает разные вещи. И давайте прогуляемся здесь на море. Покажу вам, как оно выглядит в этом месте. Раньше не было забора, была свободная территория. Сейчас, к сожалению, все перекрывается. Ну, хотя бы проход оставили. Причем и настил сделали, и ограждение, и подсветку. Это очень важно для комфорта наших отдыхающих. В полевой стороне можно увидеть вот эти домики, которые нагородили. Беседка, народ сидит. Вот Киша отдыхает. Ну, здесь девушки у нас в окна выглядывают. В общем, домики, домики. Это все базы отдыха, можно их так назвать, в принципе. Здесь столовая, которая мне очень нравилась. Но что-то никак не попадает на его работу. Может быть, она уже больше и не работает. Если вдруг в этом году работала, напишите обязательно. Раньше мне здесь очень нравилось кушать. Раньше вдоль этой дорожки еще мусорки стояли. Сейчас, смотрю, тут люди просто бросают его вдоль дороги. И, собственно, там все. Здесь выход по прямой и есть направо. Олмар называется пляжная территория. Здесь красивые современные навесы. Сердечко есть. Ну, может быть, это место относится к какой-то пляжной территории. Шезлонгов уже нет. Просто бесплатно по теме здесь располагается. Ну, и море. Как вы видите в этих местах? Вот шторм века подносил вышки. В принципе, вот дачи камушки появились. Ну, а тут все точно так же. Песочек немножко с ракушечкой и с медузами в море. Точно все одинаково. Наверное, на всех пляжах. Ну, в принципе, привлекательно. Что это места мы не пройдем, поэтому можно издалека смотреть. Там базы. Мы поедем уже куда-то дальше, в сторону центрального пляжа. Смотришь, камушки какие-то, как крымское, как это побережье. Ну, это Голубицкое, Азовское море. Вот такое вот разное может быть, в принципе, в разных местах. И посмотрим те пляжи, которые мы с вами уже проехали. И даже на которые повыходили. Там местами прямо очень много людей. В общем, территории пляжные привлекательные. Людей на них, в принципе, везде мы встречаем довольно-таки много отдыхающих. На пляжных территориях, несмотря на то, что сегодня сентябрь. Сегодня еще и край к нам приезжает, да и местные люди едут на отдых. Так как в выходные дни пляжи оживают стопроцентно. Возможно, в понедельник здесь народу будет уже поменьше. Хотя у нас теплая погода еще на месяц практически стоит. А в Анапе вообще у нас до середины октября обычно купается. Друзья, приезжайте. Ждем вас с нетерпением. При целом выходе мы все-таки увидим мусорку. Ребятки, она есть. Значит, люди просто светят уносить мусор с пляжем. Обидно. Ширковато становится. За бортом уже 31 градус. Ребята, вот такая вот погода у нас. Ну и мы дальше продолжаем движение. Здесь у нас Платан. Потребительский дачный кооператив называется. Ну, мимо него мы как раз-таки и проходили база отдыха. Отдых. Мы стали заморачиваться с названием. И Золотая рыбка. Ну, а мы сейчас выезжаем на асфальт. И уже поем точно по улице. На обережной будем двигаться к центральному пляжу. Ну, и вот так вот выглядит эта дорога. С правой стороны у нас база отдыха. Мариец, например. С левой стороны частный сектор. Точнее, частная мини-гостиница. Кстати, как бы уже закон приняли гостевые дома, чтобы люди могли работать в белую. И тогда у нас количество отдыхающих увеличится кратно. Бригантина база отдыха. Тут, конечно, каждый кто во что гораст строил. Ну, конечно, гораздо интереснее, если бы все дома были построены в одном каком-нибудь стиле. Но у нас такого нету. Хотя бы даже кровли сделали одинакового цвета. Как смотришь некоторые видео с разных городов там мира, их когда показывают, и там смотрится очень симпатично. Хотя у нас сейчас летать нельзя, поэтому особо и не важно, как выглядят они, друзья. Люди идут на пляж. Здесь, вот как я говорил, между баз, отдыха, либо через какие-то базы есть проходы. Вот один из них. Порезаем такой узенький проход. Автокемпинг. Которых здесь, в принципе, очень-очень много. Ну, мы начинали сами от бесплатного места. Здесь можно уж с какими-то условиями получить платное место под палатку, либо какой-нибудь домик снять на территории. Здесь золотые пески, называется. Большущая база с красным озеленением. Ну, а вот эти места тут, конечно, была раньше такая зеленая территория, которая теперь застраивается другими строениями. Жили люди, не тужили. Тут дома получили. Ну, есть свободные места, реклама работает. И мы приезжаем, наверное, в самое центровое место Голубицкой потихонечку. Там, где расположено у них все еще дополнительные развлечения, кафе, столовая. Ну, и сам центральный пляж Голубицкой находится. Ну, вот это место начинается. С правой стороны здесь у нас еще база отдыха. Ну, а с левой стороны уже кафе пошли. Здесь у нас есть рынок. И через него проход к морю тоже работает. Вот здесь разные заведения пооткрывались. Вот, проход к морю. Пляж «Морская волна». Тоже все симпатично, все работает. Ну, а с левой стороны у нас всякие развлечения. Тут и крокодиловая ферма. И там всякие еще выставочные павильоны. С правой стороны комплекс. Вот здесь столовая веранда называется. В ней я тоже как-то ел. В принципе, все вкусно. Был мини-маркет открыт. Пожалуйста. И торговые павильоны все работают. То есть, торговля идет. Ну, людей не сильно много. Хотя, может быть, Голубицкие просто долго спят. Это нужно смотреть вечно. Тут сквозь рынок. Такой проходик на пляж. В принципе, территория маленький большая. Собственно, не все уже работают. Но еще те, кто пытаются последние забрать денежки с отдыхающих, присутствуют. Тут даже были какие-то заведения с продуктами. Можно было поесть. Сейчас уже все позакрывалось. Такое одно отдыхающее. Большое количество людей, занимающихся торговлей. Душ, туалет. Уолит 40. Душ 150. Не хотите душ за 150 в Голубицкой? Блин. Так себе, конечно, бизнес. Ну, дальше вот. Просторное место. Для выхода на море. С одним деревом. Скамейками и мусорками. Это большой плюс. С правой стороны база отдыха. С левой стороны тоже домиков поставили. Поближе к морю. Такие вот поставили. И зарабатывают на них очень даже неплохие денежки. Как развитие бизнеса. Плюс вот такие вот глэмпинги. Они субсидируются у нас государством. Я вам как-то раз рассказывал. За Голубицкой центральным пляжем продается большой участок на берегу. Ну, и, кстати, не знаю, его судьбу уже или продали, или будут сами строить в Голубицкой. Ну, и пляжная территория здесь выглядит вот так вот. Туда вот за тот домик уже центральный пляж. Здесь и база отдыха, и, собственно, те люди, которые пришли отдыхать. Отдыхающим здесь ничего не мешает. В принципе, все довольные. С детками в море купаются. Видите, почему бы и не отдыхать, если такая возможность есть на море. Даже в Азовском вполне себе приятно и классно. В общем, выбор пляжей в Голубицкой очень большой. Нам осталось с вами посмотреть самый главный, центральный. Собственно, куда мы и отправляемся. Вот эта столовая веранда сзади меня, которая находится, очень тоже вкусная, хорошая была. Если вы где-то знаете самую лучшую столовую в Голубицкой, напишите об этом в комментариях, друзья. Чтобы мы об этом знали, обязательно в следующий раз мы сделаем на нее обзор. Дальше здесь куча разных предложений по вашему развлечению. Уже после того пляжа Морская волна и мир бабочек, пожалуйста. И всякие разные гостиницы, и базы отдыха, и дом в вердном даже здесь есть. Я решил пройтись пешком, Максим Пускай доедет до центрального пляжика. И глянем эти территории более подробно. Манго-коктейль-бар закрыт, парк обезьян закрыт. Что-то мне не везет попасть, чтобы все работало. Хотя вот сюда мы видим, приезжают целые экскурсионные автобусы. Приглашаю вас посмотреть на эти места. Тоннель Вортеx 500, дом в вердном 500, декальный лабиринт за 500. И комплексный билет за 800 можно взять. Хотя нет, работает парк обезьян тоже ревятский. В принципе, здесь и нут есть, и все остальное. То есть натуральная косметика Азовского моря продают. Разные глины, травы и так далее. А здесь мангл столовая. То есть приводят экскурсионные точки, людей поесть. С той стороны солнечный пляж. Находится большой комплекс, новые посторонние. И уж все домики такие классные. И посмотрите, насколько популярен еще центральный пляж Голубицкой. Все в машинах. То есть мы его не видели издалека. Потому что там за домиком все так расположено. Людей сюда приезжает очень много. От заката до рассвета тоже еще ни разу не видел в рабочем состоянии. Вместо этого столовая Чайка, как странно, тоже не работает. Хотя она раньше, до последнего клиента, можно говоря, работала. И все запущено. Ну, может быть, это тоже чисто выходные. Так, людей уже поменьше становится. Продавать особо некому. Тоже была какая-то точка разливухи. Разные. Прямо машину поставили. Такую прикольную. Здесь я покупал летун кофейника, кофе. Пил. Но тоже что-то подзакрыто. Хотя нет, вроде бы там кто-то сидит, она продает. Блин, можно прикупить. Блин, мононом и шоколадом за 130. Массаж рыбками, фишпильники, дача, сдается номер. Шашлыки требуются, рабочие. И, в принципе, кафе продолжает работать. Симпатичные столы, стульки. Это все напротив входа в центральный пляж. Помимо самого моря Голубицкой есть еще и грязи. К ним мы, наверное, сразу бы и отправились, но пройдем на обратном пути. Ух ты, такое я давно не видел. Патруль полицейский есть на пляже. Здесь перекрытый, туда въезд на кемпинг. За денежку проехать можно в этом году. Меня уже спрашивали об этом. Мороженка, чариков за соточку, пожалуйста. И разные сувенирышки там продаются. Здесь как с левой стороны, так говорят, и фуд-точки, так и с правой стороны. Есть где поесть. После штурма века тут, конечно, все изменилось. Во-первых, я не вижу теневого навеса, который был здесь по центру. Заборчики, которые тут стояли, тоже поубирали. Что немножко странно при этом. Ну, отдыхающих, ну, ему прям предостаточно. Можно увидеть и массажный тут, словно, открылся. И фуд-точки продолжает работать. Даже вот одна из первых со столами возле моря, довольно-таки популярна. Там предлагают разные вкусняшки для вас ребятам. Оплату можно переводом. То есть все переживают, что наличка нужна. Потому что он спасет, он будет шармон. Если все, вверх-тристоре, 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 вверх-тристоре. Такие вкусняшки продают ребята. И, собственно, вид на море. Вот из этого домика мы увидели этот пляж. Это, конечно, можно спокойно пройти. Теперь только по логею. Вот так выглядит сам пляж центральной Голубицкой. Вот это да. Хорошо здесь всем отдыхается, друзья. Смотрим с вами на центральный пляж Голубицкой, друзья мои. Середина сентября. И такое вот количество людей можем наблюдать. Людей отдых происходит просто великолепно. 31 температура воздуха. К 12 часам дня поднялась. Температура моря 24 градуса. И людей, в принципе, и в море, на берегу довольно-таки много. Несмотря на то, что присутствуют медузы в воде, но люди купаются, наслаждаются. Медузы такие вот большие корни роты. Есть. Но, кстати, здесь, на этом пляже их не так уж и много, как я видел ранее. Также работают все фуд-точки. Так что можно приезжать еще отдыхать в Голубицкой на море. 24 градуса, море, в принципе, вполне себе тепло и комфортно. Потому что многие говорили, что температура в Азове упала уже слишком сильно. Да нет, пожалуйста, отдыхайте. Люди отдыхающие довольно-таки приличные количества. Вы сейчас сами все это увидели. Но при этом место платит всем пожелающим. Интересно, навес был в этом сезоне или его уже разобрали. Потому что, в принципе, после шторма века приезжал, и ему, так сказать, ничего не выражало. Народ говорил, что, в принципе, доволен. Потому что здесь вот у берега в большом количестве все-таки я медуз не вижу. Так как их наблюдал именно на других пляжах. Ростки, я так понимаю, что из-за дома течение проходит вдоль берега мимо, и медуз проносит. Только редкие экземпляры заплывают. Поэтому дорога купается полностью безопасно и с хорошим настроением. Так как их никто не жалит. Так вот, все бабушки радуются, как девочка вынесла. На кругу. Здесь и Собакин купать помогает. И все звонков, я так понимаю, что всем спакают. И там есть навес такой зонтика. И под ним очень много людей расположилось. Мусорки на пляже кушать готовят. В общем, все, в принципе, что для отдыха вам надо здесь есть. И довольно-таки большое количество. Отдых, как вы помните, здесь более бюджетный. Это даже, судя по лизакам, стоимостью на туалетах. Поэтому не обязательно, конечно, сказать, более бедные люди выбирают. А вот те, кто любят Азовское море. Ну, в принципе, все равно. Потому что есть любители у каждого своего берега. Так как у нас спрос гораздо больше на Черноморском побережье, собственно, там и происходит непонятка с ценами, которые, мне кажется, сели, придумали. Давай сегодня поднимем на 100%. Давай посмотрим, что делать. Людям надо, они берут. Здесь точек общепита очень много. Мы сейчас их посмотрим, потом выйдем же грязевому озеру. Ну, пожалуйста, вам шашлыки готовят, мужики. Мороженое, рыбки. Ароматы, конечно, прям очень классные. Шашлыки с рублям за 100 рублей предлагают. Ну, пожалуйста, жарят прям здесь сейчас пред вас. Ну, не так сказать, что прям совсем все работает. Ну, практически через каждые 50 метров есть мужичок, который жарит шашлычок. Красота. Ну, пожалуйста, мы тоже разнулили. Борщ с носом здесь за 200 рублей. Цены, конечно, я похвалил, но не совсем, так сказать, они и самые низкие. Самое интересное, точка с низкими ценами. Здесь борщ был за 150, закрылась уже. За 200 борщ работает. Ну, пожалуйста, здесь еще зонки, домик для детей. Нужно побегать, попрыгать. И разные еще торговые палатки, павильончики здесь существуют. Которые продается как раз-таки все нужное для пляжа. И круги. Ва! Банки всякие тут валяются. Чай, кофе. 200 рублей, 200 рублей. Это коктейль молочный продают. Душ здесь по 50 рублей. Мороженое продают точно. Цены, потому что посмотреть. Ну, а сейчас идем на грязи. Посмотрим, как там. По стоимости кемпинга здесь, если приезжайте на машину, 300 рублей стоит. Машина, 300 рублей палатка. Если просто заехать туда поближе к морю, просто 300 рублей за машину оплачиваете. Собственно, цене, в принципе, не конский. У нас просто подъехать к морю на Шенгаре, по-моему, в этом 600 или 700 рублей уже стоило. Вот такая вот разница в цене. Тут есть овощи, фрукты, палатка. Ну, это проход с основного поселка. Здесь работает туалет. 40 рублей на фоне этого озера находится. Ну, грязь производит в этом туалете для тех, кто здесь ей машется. То есть, что я шучу. Ну, вот так вот выглядит грязевое озеро. Собственно, бесплатная грязь рядом с этим туалетом находится. Народ приезжает сюда помазаться при этом. Собственно, говорят, что помогает. Кто-то вот даже уже палатку поставил из-за озера, чтобы отдыхать. С правой стороны там вообще территория, в которой ванны привозят вулканическую грязь. Ну, понимаете, бесплатная более популярна, потому что за нее, как минимум, платить не надо. С этой стороны я бы тоже не мазался. Обычно здесь в озере еще и вода гораздо теплее, чем там. Ну, и народ приходит, намазывается. В принципе, как говорится, лечатся. Люди, да и ладно, не будем им мешать и в чем-то кого-то разочаровывать. Желаем всем здоровья. И пускай поможет. Вот сразу видно, что болят у мужиков колени. Женщина у кого-то одна нога, у кого-то плечи. Ну, кто-то целиком решил выздороветь. Так вот, подамазавшись этой грязью. Там даже целыми семьями приходят для удобства. Здесь даже в аренду уже сдаются и катамаранчики. Все, ребята, здесь полная программа. Народ оздоравливается. Кто-то червей копает, а кто-то грязью дочится. Еще раз здоровья всем, еще раз здоровья. Не болейте, ребятки. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо. От души желаю вам. Здесь, кстати, магазинчик с грязями. Там полезные продукты мы перенесли сюда на выход. Тетя Виноконьяк, наливка пива. Там люди купаются. Но здесь, помимо катамаранов, еще и сапы сдают в прокат. Давайте пройдем по территории кемпинга. Еще посмотрим, как тут люди отдыхают. И найдем до конца этого пляжика. Собственно, чтобы закончить уже более полный и правильный обзор по самой Голубицкой для вас. Кто-то под деревьевами сидит. Есть, кстати, тут что-то лох серебристый. Облетело уже листва нахана этому дереву. Из-за ветров или из-за чего, не могу понять, так произошло. И с правой стороны еще одно дерево, пострадавшее львовое. Самое классное, это вот эти вот местечки под деревьями, сразу с видом на море в ту сторону. Раньше здесь был более высокий такой груз, но после шторма века все вот так вот осталось на машинах. Видите, приехали тоже ребята с палатками. Я думаю, на выходные к морюшку отдохнуть. Вот такие вот виды находящиеся. И красота! В общем, территория кемпинга я обесекал, что сильно занято. Мест еще много, люди отдыхают по полной. Раньше тут приходилось идти с одной стороны, потом в другую возвращаться. И сейчас можно и кемпинг показывать, и море. Здесь, кстати, более такое песчаное состав. Единственный минус, это, конечно, вот эти медузы. Их бы поменьше, было бы все прекрасно. Ну, все по-честному, все как есть, как говорится, показываем, рассказываем. Что скрывать, что потом вы не ругаетесь, если приедете, медузу вас будут кусать. Вот так абстрагируйтесь, отдыхайте, наслаждайтесь морем. Можно отходить продаль и быть только вдвоем. Милу мы с собой. Дальше там база отдыха уходит, прям море, пляжные территории. Ну, хотя, смотрю, береговая территория вернулась, пляжи намыло. Встали опять они по щели. Ну, и люди гуляющие вдоль берега, да. Вот этот забор вообще полностью был море, дом это частично. Сейчас, смотрите, береговая линия вернулась обратно. Ну, и давайте в обратную сторону с этого же пляжа посмотрим на центральный. Уже не то, что только что девочки из озера вылезли, но она, кстати, становится все больше и больше. Парселинг работает. В общем, все функцифлирует как надо в Голубицкой. Ну что, самое главное, что меня порадовало, это, конечно же, путешествия полиции вдоль пляжных территорий. Молодцы, проверяют, охраняют, это прям лайк однозначно. Ну, и также мусора, за редким исключением, мы с вами тоже нигде практически не увидели. Это неприятно, великолеты одновременно. Поэтому, друзья, Голубицкая манит сюда очень многих людей. Есть и грязи лечения, и Азовское море, в общем, его побережье. И у нас помимо Голубицкой есть еще и пересепь, там вообще грязевой вулкан бесплатный, находится довольно-таки недалеко отсюда. Может, еще раз говорю, если успеем, мы туда заедем с вами. Ну и самое главное, ведь это хорошее настроение, когда вы приезжаете на отдых. Девочка у нас наступила на Бедузу и напугала, наверное, вас всех с той стороны. Давайте попробуем. Если вдруг заедем, то покажу вам еще в этом видеосюжете, как он выглядит. Потому что по времени мы, в принципе, еще успеваем. Погнали. Вот так вот экскурсии привозят на центральный пляж Голубицкой. Прям толпы народу. Немножко, конечно, прифигели с Максимом оттуда столько людей сразу же. Вот так вот. Совершить нашу с вами прогулочку хочется вот таким прекрасным видом на Голубицкую. Здесь мы видим и пляжики, которые прогулялись с вами вот до этого места. Вот эта территория показывала, что продаются. Там, смотрю, даже каких-то два домика построили на ее территории. Ну, дальше вот это был кемпинг. Вот это вот место было грязевое. Центральный пляж. Ну, и с той стороны мы прошли Голубицкую полностью. Что понравилось, мне тут даже тротуар появляется сейчас по дороге. Нас в Анапе просят сделать тротуар. Денег не находят. Что-то здесь вам надо, пожалуйста. Ну, и, собственно, вот за этими базами здесь уже конец поселка и дальше пошли дикие пляжи. В сторону Пересепи, куда мы сейчас, в принципе, и отправимся. Как я сказал, если все получится, заскочим еще и на вулкан. Ну, вот так, точка очень красивая. Смотреть на всю станицу здесь просто великолепно. Ну, и прикольно посмотреть на пляжики еще сверхотуры. То есть и грязевое озеро, и центральный пляж, и люди на катамарах, которые катаются. Вид, конечно, супер. Вот это кемпинг, на котором все отдыхают. Ну, как все тут. Тоже мало людей уже. В общем, сезон постепенно к концу подходит. На тех, кто ловит эти великолепные денечки. Я думаю, будут только рады. Вот такие два домика установили там на террасе. Там ничего нет, как говорится, можно сдавать, зарабатывать. В общем, такими мы и увидели сегодня эти все пляжи, эти все места прекрасные. Я только немножко оговорился. Не в Пересепи, а в Кучегурах находится. На мысе Пекла. Вулкан Плевак называется. Максим говорит, поехали. Ну, у нас время есть. Мы еще сегодня отправляемся в одно чудесное место. Видео, про которое вы увидите отдельно. На которое вы сможете съездить на экскурс. Называется Южно-Винная Компания. У них сегодня там фестиваль проходит. Но так как имеем время, мы прокатимся, глянем на вулканчик, как он поживает, и туда отправимся. Отсюда, перед Пересепью, прям топ-вид. И сегодня мы можем наблюдать, как летают парапланиристы. Но будьте аккуратны, ребята. Один разочек у нас тут прям на дорогу упал парапланирист. Знаю, что если что, их аккуратно объезжает. Сегодня ветерок как раз их над обрывом, чтобы можно было полетать, попланировать. Великолепное место. Просто здесь под этим обрывом находится тоже дикий такой пляж. Но в одно время здесь был платный спуск к нему. Возможно, поэтому здесь только много машины припаркованы. Наверное, хотят тоже сейчас денег. В общем, кто летает хороших полетов, тем, кто отдыхает, хорошего здесь отдыха. Это, вроде бы, а нет, закрыто для всех. То есть, нет такого, что платного отдыха. Но впереди пляжи Пересепь. Этот кемпинг называется Немо. Здесь пакуется даже большой груз, можете увидеть. И люди отдыхают, можно так сказать, свободно и вольготно на этих пляжах. То есть, там что-то такое летит, прям как будто на подводных крыльях. Сейчас поглядим поближе. Ну, в принципе, вот так вот выглядят все пляжи Пересепь. В ту сторону, то, что я вам говорил, вот где обрыв, находятся как раз-таки дикие пляжи. В свободном доступе. И вы можете их разглядеть благодаря зуму на камере. Хотя, смотрите, кто-то даже на машинах умудряется подъехать. Откуда, интересно, они там взялись. Ну, людей крайне мало. Ну, это туда вот Голубицкая в ту сторону. Так, отдыхают здесь люди. Оттуда дальше. Покажем Кипересепь. Огромное судно на воздушной подушке. Двигается вдоль берега. Я, конечно, такого не наблюдал ранее. Ну, вот эта машина подходит все ближе. Посмотрите. Ну, что, это какой-то МЧС корабль. Не видно, что написано у него, конечно, на борту. В общем, кто точно знает, что это такое, напишите обязательно. Будет интересно, ребят, но я такое раньше не видел. Понятно, что это на воздушной подушке какое-то судно, чтобы оно так вот по морю с такими пропеллерами сзади шло. Он очень большой, то есть в контрасте есть и на людей посмотреть. И на него огромная довольно-таки махина. Что-то по телевизору подобное видео подошел поближе. Можно попробовать даже рассказать название. Береговая охрана. Вот так вот. Какие-то с них перекрыли. Вот это, да, я согласен. Таких я даже не думал, что у нас есть, но оказывается, у нас есть. Стоимость тут вообще парковки, вот на которой мы остановились. Немо называется 300 рублей. И душ, туалет, то есть все входит в стоимость. Чисто за машинку заплатили и все. В принципе, место шикарное. Мы посмотрели, что хотели. Это великолепное судно. И отправляемся дальше. Так, местечки, конечно, прекрасны. Для отдыха их здесь, в Назовском море, просто очень и очень много. Так что, ребятки, пока этому местечку едем дальше. Мы решили в Пересепе подъехать на один из пляжей. Здесь, видите, обвалы. Земля уходит постепенно. Там даже пытались строить подпорные стенки. Не помогло. Сейчас техника тяжелая работает. Ну, в принципе, все вот так вот. Там лох серебристый, небольшие дюны и песчаная полоса. Но у самого поселка такой обрадистый берег. Людей здесь, по крайней мере, немного. Но это не самое центровое место. Мы просто отправляемся дальше, ребятки. Ну, Пересепе посмотрели. До вулкана сегодня не успеваем. К сожалению, да плевайки доехать. Ладно, ставим его на потом. Поехали мы в Южную Винную Компанию. Смотрите потом следующее видео. Надеюсь, вам понравится про вино на нашей Томане. Тем более, здесь оно прям классное. Максим, спасибо тебе большое от души. Ну, а вы все, ребятки, обращайтесь, не забывайте. Ну, и подписывайтесь на все наши группы. Мы будем вас рады видеть и развлекать наши любимые Анапы. Всем пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok